Венесуэла переживает один из тяжелейших за последние десятилетия кризисов. За прошедшие 7 месяцев президент страны Николас Мадуро уже трижды повышал минимальную зарплату в целом на 260%. Но этого недостаточно, чтобы покрыть даже базовые потребности людей. Венесуэла крайне импортозависима, но на покупку продуктов и других товаров не хватает валюты. Поставки медикаментов сократились в 5 раз. Здесь нет лекарств, нет продуктов, мы нуждаемся. Я бы хотела сказать президенту Мадуро, чтобы он прекратил лгать. Пусть придет к нам домой и посмотрит, что есть в наших холодильниках. Чтобы приобрести самые необходимые продукты – молоко, макароны или рис – венесуэльцам приходится ежедневно выстаивать в длинных очередях. Председатель учредительного собрания Дэлси Родригес обещает, что новосозданный орден под ее руководством разрешит экономический кризис, который, по ее словам, результат войны, объявленный нам и за рубежа. По данным Центра социального анализа Венесуэлы, стоимость 11 товаров и 58 продуктов базовой корзины достигла 350 евро. Около 40% жителей Венесуэлы сейчас едят менее трех раз в день, многие два раза или даже всего один раз. Многие венесуэльцы питаются из мусорных баков, причем изо дня в день. И такое сейчас наблюдается не только в ресторанах, но и в жилых кварталах, где живут люди со средним достатком, говорит экономист Алехандро Кризанти. Несмотря на рост цен и дефицит, у правительства социалистов есть большая армия сторонников, даже в очередях. На вопрос, почему она поддерживает Николаса Мадуро, жительница Каракаса и Саида Марила отвечает. Богатым бедных не понять, они никогда не будут бороться за наши нужды и интересы. Эксперты по вопросам экономики говорят, что правительству Мадуро предстоит тяжелая битва, потому что в этом году инфляция в Венесуэле достигает 1100%. Это Каракас, Эдуардо Салазар Урибе, по Евроньюз.